Друзья, приветствую всех в пятом уроке мне курса по фишкам и лайфхакам Иллюстратор, в котором я покажу вам ещё десятку полезных функций и техник, которые непременно пригодятся вам в работе над вашими проектами. Ну а прежде чем мы начнём, хотелось бы обратить ваше внимание на наше сообщество ВКонтакте, в котором мы ежедневно публикуем очень много различного полезного контента по всем сферам дизайна, который удобно разделён по тегам, чтобы облегчить поиск и навигацию по нему. Мы также публикуем подборки ссылок на различные ресурсы с бесплатными плюшками для дизайнеров. Найти всё это можно по тегу «Видеосмайлфрибис». Стоит ли говорить, что у нас довольно активная комьюнити, и вы можете задавать свои вопросы на стене группы или в личку сообщества, и вам обязательно помогут. И самое главное, не забудьте подписаться на нашу еженедельную рассылку. Каждую пятницу наш контент-менеджер Гульнара Абдулина собирает мегаполезный дайджест из самого необходимого интересного контента, а также различных материалов. Подписаться на рассылку можно, кликнув по этой кнопке. Ссылку на наше сообщество ВКонтакте вы найдёте в описании к этому видео. А теперь устроитесь поудобнее, дальше будет очень интересно. Поехали! Итак, давайте разберёмся с самым необходимым. А именно с тем, как работать с Compound Path, составными контурами, и какие варианты их комбинирования предлагает соответствующая панель Pathfinder, которую можно открыть через меню Window или по сочетанию Shift-Control-F9. Теперь просто пройдёмся по всем кнопкам, которые доступны на этой панели. Первая, Unite, объединяет объекты и заливает их одним цветом. Minus Front вычитает все объекты переднего плана из заднего. Intersect оставит только область пересечения объектов, а Exclude, наоборот, вырежет область пересечения из всех объектов. Переходим ко второму ряду. Кнопки здесь отвечают за обработку контуров. Первая, Divide, разбивает объекты на составляющие в местах их пересечения. Trim вырезает закрытые части контуров и объектов. Merge также вырезает закрытые части контуров, причём объекты одинакового цвета объединяются в единую фигуру. Crop разделяет объекты и удаляет все части объектов, которые вышли за границы самого верхнего. Outline просто превратит все фигуры в тонкий контур, а Minus Back вырезает объекты переднего плана из заднего. Далее давайте рассмотрим такую интересную технику, как блендинг, с помощью которой вы можете имитировать объём ваших фигур, например, для леттеринга или, опять же, для создания прикольных абстрактных иллюстраций. Она заключается в том, что мы создаём две фигуры, и этот инструмент равномерно заполняет пространство между ними и их копиями, чем в итоге можно создать иллюзию непрерывности. Давайте вызовем этот инструмент Blend Tool по клавише W, а затем кликнем сначала по первому кругу, а затем по второму. Далее мы переходим к настройкам смешивания в Object Blend, Blend Options, ставим галочку предпросмотр, и меняем параметр Spacing на Specified Distance, чтобы увеличить количество копий. Выставим, скажем, два пикселя. Нажимаем ОК. Теперь мы можем равномерно распределить эту фигуру по контуру. У меня уже заготовлен вот такой скрипичный ключ, давайте выделим его и наш объект, а затем переходим в Object Blend Replace Spine. Далее мы можем даже деформировать его каким-нибудь эффектом, например, Twig, с помощью чего можно создавать вот такой огненный эффект, или, скажем, листву, если покрасить фигуры в зеленый градиент. Также покажу еще один вариант применения на этих двух соседних кругах. Давайте повернем верхний на 90 градусов и переместим его к центру нижнего. Теперь берем инструмент Blend Tool и поочередно кликаем по ним. Также нам нужно изменить настройки блендинга. И в итоге мы получаем вот такой объект с интересной имитацией объема. В иллюстратор очень просто можно создать сетку из объекта по указанным параметрам, при этом нарезав его на сегменты. Для этого выделяем объект и переходим в Object Path Split into Grid. Включаем предпросмотр. И в поле Number мы задаем количество сегментов по высоте и по ширине соответственно. В полях Height и Width их высотой и ширину. Параметр Guter задает расстояние между ними. Причем обратите внимание, что он влияет на параметры высоты и ширины, а те в свою очередь влияют на него. И, наконец, параметр Total управляет общим размером полученной сетки. Если поставите галочку Add Guides, то иллюстратор создаст направляющие по контурам, что тоже очень и очень удобно. Далее я покажу вам способ многократно копировать обводку объекта, смещая ее в сторону и при этом оставить объект редактируемым. Показывать я это буду на примере текста, и для этой техники нам потребуется раскрыть панель Appearance. Если мы выделим текст и здесь нажмем на Characters, то найдем параметры Stroke и Fill, которые необходимо отключить. Выставляем обводку в 0 пикселей. Затем возвращаемся в Type на панели и добавляем обводку уже здесь, но вот по этой кнопке. Далее мы можем просто скопировать ее, перетащив с зажатым Alt. Выделить полученную обводку, а затем перейти в меню Effect, Path, Offset Path, что позволяет нам смещать ее. Задаем здесь нужные параметры и затем просто повторяем эти действия до достижения нужного результата. Менять параметры у дубликата обводки можно уже по этой кнопке. Также обратите внимание, что в окошке параметра доступны математические операции, то есть у каждой новой обводки мы можем просто умножать смещение на 2. А также мы можем поменять текст. В иллюстраторе есть простой способ разместить множество дубликатов объекта по кругу, но с небольшой хитростью. У меня есть вот такой круг и прямоугольник, и допустим я хочу создать множество дубликатов прямоугольника, повернув каждый так, чтобы они в итоге образовали круг. Для этого нам нужно создать еще один круг у нижней грани прямоугольника. А затем разместить его вплотную к нему. Затем выделяем их оба и группируем по сочетанию Ctrl G. Далее переходим в эффект Distort and Transform Transform, ставим галочку, активируем выравнивание по нижней грани. Для этого мы и создавали круг под прямоугольником, без него эта техника сработала бы не совсем корректно. Затем задаем количество копий, допустим 27, а в параметры Angle просто пропишем 360 разделить на 27. Нажимаем ОК. Теперь перемещаем наши сгруппированные объекты так, чтобы круг касался нижней границы центра нашего основного круга. А далее просто берем инструмент Direct Selection по кнопке А и перемещаем прямоугольник наверх, границы окружности. У блендинга есть еще одно крутое применение. С его помощью вы можете очень быстро создавать текст с фейковым 3D. Давайте просто продублируем наш текст, изменим у него цвет на более темный и немного уменьшим. Также нужно переместить его за передний слой. Далее просто берем Blend Tool по кнопке W, кликаем по первому и по второму тексту. Опять же переходим к настройкам блендинга и меняем параметры смешивания. Вот и все. Мы можем перемещать текст с помощью Direct Selection Tool и получать вот такой крутой эффект и даже менять символы. Далее я покажу вам еще одну комбинацию уже изученных инструментов для получения крутого эффекта для текста. У меня есть вот такой круг, давайте создадим его дубликат, уменьшим его и разместим по центру старого круга. Далее нам нужно раскопировать их при помощи блендинга, но как вариант мы можем использовать уже также изученную нами в предыдущих уроках функцию Transform Each. Нам подойдет значение в 9 пикселей. Теперь выделяем их все и выполняем функцию Expand, чтобы преобразовать полученный объект в контуры. Далее сгруппируем их командой Ctrl G для удобства. Теперь нам нужно разместить наш текст. Где-нибудь вот тут. Также потребуется преобразовать его в контуры по правому клику. Затем выделяем текст и наши круги и переходим к панели Pathfinder, которую, я напоминаю, можно открыть по сочетанию Shift-Ctrl-F9. Далее нам нужно просто выполнить команду Outline. Теперь приближаемся к тексту, выделяем одну из линий внутри него и выделим все похожие при помощи команды Select-Same-Appearance. Инвертируем выделение через меню Select-Inverse и удалим все лишние контуры. Далее с зажатым Shift нам нужно выделить все полученные внутренние штрихи. И также инвертировать выделение с помощью команды Inverse и удалить все лишние контуры. Теперь осталось лишь снова выделить все наши штрихи, задать им нужную толщину на панели Stroke и, если нужно, сгладить края по вот этим кнопкам. Также группируем их командой Ctrl-G. Переходим к Scale Tool на панели инструментов и делаем по нему двойной клик. Выставляем масштабирование в 300% и ставим галочку на Scale Strokes and Effects. Нажимаем ОК. И вот такой интересный эффект для текста мы получили. Рассмотрим простой способ разрезания объектов по указанным вами линиям. У меня есть треугольник и, скажем, я хочу разрезать его на две части при помощи линии. Просто нарисую ее при помощи соответствующего инструмента. Далее выделяем линию и треугольник и вызываем инструмент Shape Builder по сочетанию Shift-M. А затем просто делаем по клику на каждом из сегментов. Если у вас они пропали, вам показалось, у них просто пропала заливка, ее попросту нужно включить обратно. Как видите, мы получили два разделенных сегмента. В иллюстратор вы можете создавать собственные кисти из объектов, весьма гибко настраиваемые. Покажу на простом примере, у меня есть вот такой объект, и давайте создадим из него динамическую кисть. Для этого выделяем его, раскрываем панель Brushes по кнопке F5 или через меню Window опять же. Далее нажимаем на эту кнопку и здесь выбираем Pattern Brush. Параметр Scale отвечает за управление масштабом этой кисти. Я выставлю Pressure, чтобы он зависел от нажатия на пиро планшета. Рядом задаются значения масштаба для минимальной и максимальной силы нажатия соответственно. Я выставлю единицу здесь. Тут вы назначаете фигуры, которые будут отображаться на прямых углах. Как видите, иллюстратор сам пытается комбинировать два объекта, но все варианты довольно неудачны, поэтому я просто выберу None, потому что нам это не потребуется. Далее нажимаем ОК и наша кисть готова. Теперь я возьму инструмент Кисть и нарисую, скажем, вот такую фигуру, увеличив силу нажатия вот в этом месте. Посмотрите, какой прикольный эффект у нас получился. Представляете, чего можно добиться, если чуть-чуть усложнить исходный объект. К слову, не со всеми объектами можно создать узорчатую кисть. Например, не получится на объектах с градиентной заливкой. Иллюстратор выбьет ошибку. Также вы можете назначать этот узор на контур, просто выделив его и кликнув по кисти на соответствующей панели. И, наконец, завершу этот урок, рассказав про инструмент для ленивых – Шепертон. Его можно вызвать по сочетанию Shift-N, и он позволяет моментально создавать фигуры, просто сделав их в голубой набросок. Лучше делать это с планшетом, но справитесь и мышкой. С его помощью мы можем создавать различные квадраты, круги, прямоугольники и многое другое. Основная фишка этого инструмента заключается в том, что он создает фигуры того же размера, что вы и нарисовали. Может быть, для кого-то этот инструмент окажется очень полезным. С вами был Евгений Гончаров. Спасибо за просмотр. Надеюсь, показанные в уроке техники действительно окажутся полезными для вас и найдут применение в ваших проектах. И встретимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok